Собираетесь в отпуск на машине? Решили взять с собой все самое необходимое? Постойте! Здесь главное – безопасно расположить багаж. Как сделать это правильно, знают немецкие специалисты. Есть несколько основных правил, которых следует придерживаться всегда. Кладите самые тяжелые предметы вниз, ближе к спинке заднего сиденья. Тогда в случае аварии они причинят минимальный вред вашему здоровью. Более легкие предметы можно расположить наверху. Но здесь важно помнить, что все, что находится в багажнике, должно быть накрыто покрывалом. Если в вашей машине нет специальной сетки между салоном и багажником, то следует всегда накрывать все предметы, находящиеся в багажнике покрывалом. Кроме того, для большей надежности закрепите все специальными ремнями, крест-накрест. Так вы сможете защитить себя и своих пассажиров при возможной аварии. В ходе наших крэш-тестов мы постоянно наблюдаем, как незакрепленные в багажнике предметы превращаются в снаряды, и сколько вреда они могут причинить пассажирам. Поэтому необходимо надежно фиксировать весь багаж. Мой совет – используйте ремень безопасности не только для людей, но и для своего багажа. Если на заднем сиденье вы везете сумку или пустое детское кресло, всегда пристегивайте их. Итак, багаж правильно размещен и надежно пристегнут. Теперь самое время позаботиться о том, чтобы автомобиль справился с намеченным маршрутом. Проверьте исправность фар. Неплохо взять с собой запасной комплект лампочек. Состояние дворников. Они могут сослужить хорошую службу даже летом. Давление в шинах должно соответствовать нагрузке с учетом большого количества багажа. Проверьте уровень масла, тасола и воды в бачке омывателя. Кроме того, обязательно проверьте наличие знака «аварийный треугольник» и аптечки. Они должны быть досягаемы, а не находиться внизу, под багажом. Еще одна важная деталь, как в Германии, так и за ее пределами – светоотражающий жилет. Он тоже должен быть под рукой, а не в багажнике. А что, если вы везете с собой ребенка или собаку? Самое главное здесь – безопасность. Проверьте, правильно ли установлено детское кресло. Убедитесь, что оно пристегнуто ремнями безопасности. Многие делают это неправильно. Имейте в виду, что собакам, так же, как и детям, необходимы перерывы. Считается, что каждые полтора-два часа необходимо останавливаться, чтобы передохнуть и размяться. Хотя дети редко выдерживают так долго, они просят попить или поиграть. Здесь очень важно избегать стеклянных бутылок в автомобиле. При резком торможении они могут разбиться и поранить пассажиров. С осторожностью следует выбирать и игрушки для детей. Лучший вариант – мягкие игрушки. Они не причинят вреда. И еще детям, которые уже умеют читать, лучше отказаться от чтения во время движения автомобиля. Тогда их не укачают. Ну что же, все собрано, пристегнуто и проверено. Осталось только не забыть заправиться. Продолжение следует...